Здарова, танкисты! С вами Слим, и в этом выпуске мы будем играть на КВ-5 Горыныча. Мы узнаем, как фармит данный танк серебро, возможно ли играть на нём полностью, без использования голды, чисто на бронебойных базовых снарядах. Вот, ну и, конечно, возьмём мы мастера в этом бою. Вот, скажу сразу, что бой в топе. Вот, если бы был бой с девятками, я бы, конечно, не рискнул играть чисто на ББшках, вот, но поскольку мы в топе играем, вот, чисто восьмые уровни и более низкие левела, вот, я провёл полностью бой на ББшках. Да, были моменты, когда очень сильно хотелось зарядить голду, упростить себе задачи, но, тем не менее, я стрелял только ББшками. Получил достаточно вкусный и хороший фарм, конечно же, итоговые результаты вы все увидите в конце этого видео. Вот, ну и, соответственно, карта Редшир 1944. Новая карта, точнее, новый Редшир, который появился в патче 4.1. Вот, ну, поскольку я данную карту знаю, играя на ПК, мы там на этой Редшире уже играем достаточно давно, я знал, что мне, конечно же, надо ехать на правый фланг. То есть, тут такое ущелье, оптимально подходящее для тяжей, то есть, тут нету прострела с центра карты, есть сейв от артиллерии, ну и, как бы, ближний бой, где тяжи лупятся лоб в лоб. Единственное, что надо оценить было ситуацию, то есть, посмотреть, сколько тяжей у противника, сколько тяжей в нашей команде, вот, и сможем ли мы их здесь перебить. Вот, поскольку бой в топе, тяжи у нас тоже есть, у них, в принципе, как бы, не такое, что там большое там преимущество по железу было. Вот, свободно едем на правый фланг и будем сейчас быстренько рубиться. Отдельно хочу сказать, что КВ-5 для меня это абсолютно новая машина, я никогда на нем не играл ни на ПК, ни в консольных танках, это где-то мой третий или, там, может быть, пятый бой. Вот, танк, к танку я еще привыкаю, вот, будут ошибки, вот, бой не идеальный, но, тем не менее, мастероса и хороший фарм мы в этом бою обязательно покажем. Ну что ж, первая жертва Тигр-П, вот, потом к нему присоединяется Т-32 и сюда еще приедет Страж, вот, и я был на удивление, ну, удивлен очень сильно, другими словами, что эти парни не знают, куда пробивать КВ-5, ведь сиська, просто в народе сиська, это башенка, которая стоит во лбу, стреляй в нее не хочу, помимо этого можно еще стрелять в лючки, и КВ-5 очень легко продается, но вы видите, что Т-32, Тигр-П, тот же Страж стреляют мне в борта, в НЛД, ВЛД, куда только не стреляют, вот, видите, что Страж делает, вот, и КВ-5 очень классно танкует, да. Вот, да, ну, как бы, тут тоже есть небольшая моя заслуга, я стараюсь там хаотичные какие-то движения делать, там, кручу корпусом, то есть, ну, делать то, чтобы, как бы, им максимально усложнить попадание вот эту башенку радиста, которую я назвал сиськой, если кто не в курсе, ну, ее так в рандоме все, я думаю, называют, вот, ну, соответственно, вот, то есть, я усложнял им эту задачу, и вы видите, вот, действительно, мне еще не сняли ХП, и вот, в принципе, Страж уже практически разобранный, да, я немножечко решил понаглеть, понаглел, и, в принципе, это была моя главная ошибка ХП, то есть, выехал на три ствола, там, возможно, еще ПТшки где-то вдалеке стоят, то есть, в принципе, как бы, понаглел, перестал пробивать Стража на этих ББшках, вот, и очень-очень-очень быстро ХПшечки у меня закончились, вот, я стал, ну, практически ваншотным, это моя ошибка, но, тем не менее, с главной задачей мы справились, то есть, сейчас сольем Стража, продавим этот фланг, и будет все хорошо, но, из-за незнания танков, из-за элементарных ошибок, то есть, ну, разбираешься Стража, стой там на своей половине этой территории, да, за укрытием, разбирай его дальше, разберешь, поедешь вперед, нет, вот, осталось чуть-чуть у Стража ХП, полез вперед и, как бы, раздал ХП, как мог, вот, это моя ошибка, тут уж не судите строго, незнание танков, все-таки, дало о себе знать, я, честно, поверил, что они дальше меня не будут пробивать, даже если я выйду на их территорию, ну, вот, собственно, фланг зачистен, Т32 в ангаре, Страж тоже, Тигр П, вот, ну, и продолжаем наше движение, в принципе, мы видим, что в этом бою у нашей команды все хорошо, то есть, мы развалили этот фланг, парни развалили остальные направления, и, в принципе, как бы, хоть счет приблизительной равной, я больше, чем уверен, что бой шел, был уверен на тот момент, что бой шел к победе. Вот, что касается, вот, сама идея, вот, фарма на КВ-5 Горыныч, вот, и именно на ББшках, то есть, я сам об этом подумывал, потому что, вот, мне было интересно, я знаю, что, вот, на ПК-шных танках КВ-5 уже давно не актуален, там, новый балансер, там, новые танки, то есть, много чего другое, то есть, в принципе, КВ-5 там уже мало кто выкатывает. В консольных танках все с КВ-5 хорошо, танк, действительно, вот, сколько я боев провел, это льготный премиум танк, который не попадает к десяткам, хотя находится на восьмом уровне, то есть, вы играете или в топе, или с девятками, он, в любом случае, чувствует себя неплохо. Да, если вы попадете к девяткам, где есть, там, тяжи, какой-нибудь, там, Е-75, ВК-4502Б, вот, или ВК, блин, ну, тапок, тапок Б, в общем, то есть, да, там без голдишечки вам не обойтись, но, тем не менее, в любом случае, КВ-5, вот, достаточно неплохо себя чувствует в консольных танках, потому что все-таки машина, ну, возможно, на вайле, я не знаю почему, но, то есть, никто не знает, куда его пробивать, то есть, действительно, ты можешь просто ехать, давить направление, тем более, КВ-5 меня, честно, удивил своей мобильностью, то есть, я думал, это будет какой-то ползающий Т-95, КВ-5 достаточно неплохо двигается, то есть, в принципе, для такого громоздкого большого танка с большой массой, КВ-5 хорошо ездит, и, в принципе, это радует. Я не люблю медленные танки, вот, ну, КВ-5, вот, на КВ-5 мне было играть вполне комфортно. Помимо этого, я читал ваши комментарии, то есть, в группе World of Tanks Console ВКонтакте, вот, там, под видосом Т-71 про оборотня, в общем, был затронут разговор, вот, именно, по поводу КВ-5 Горыныча, в цепочке того, что данный танк с 20 октября можно получить бесплатно, как Т-71 оборотень, как Пантера Упыр и Ои Кайдзю. Так вот, несколько интересных, забавных комментариев я прочитал, то есть, некоторые люди утверждали, что КВ-5 обычный, и КВ-5 Горыныч, это разные танки, у них разные ТТХ, у Горыныча, типа, лучше бронепробитие, там, или еще что-то, на самом-то деле, это неверная информация. КВ-5 обычный, и КВ-5 Горыныч, это одна и та же машина, имеющая одни и те же характеристики, разница только в камуфляже и в названии танка. Вот, ТТХ у них абсолютно одинаковые. Помимо этого, тоже владельцы КВ-5 Горынычей, вот, писали, что вот на ББшках действительно в рандоме очень тяжело фармить, вот, то есть, ну и прочее. Ну, как бы, я не скажу, что миссия невозможная, то есть, вы видите, если бы попали в топ, бой с восьмерками, то провести бой чисто на ББ и неплохо нафармить, вот, вполне реально. Конечно же, если вы попадете к девяткам, вот, там уже немножечко придется раскошелиться на голдовые снаряды, но в любом случае, если вы поиграете этот бой, то оно вам окупится, и все равно фарм в любом случае будет. Соответственно, бой подошел к концу, вы видите, что я настрелял 3969-11 урона, то есть, почти 4К, сделал практически 1000 асиста, то есть, насветил, ногу слил, вот, сделал пару фражек, вот, ну и, соответственно, за это все я заработал 125 тысяч серебра, вот. Просто отличный фарм, я считаю, ну, соответственно, конечно, он очень сильно зависит от того, как вы покажете себя в бою, сколько настреляете, сколько насветите и так далее. Вот, на этом у меня все, с вами был Слим, всем хорошего настроения, удачи вам в боях, отличного фарма, подписывайтесь на мой канал, если вы тут впервые не подписались, не забудьте поддержать Слима лайком, до новых встреч, всем пока!